Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Византию в Сидмерс Цивилизейшн 6. Сетевая битва на восьмерых человек. Проверяем, действительно ли Византия так крута, как я рассказывал о ней в рейтинге цивилизации. Кстати, ссылка в прикрепленном комментарии. Как и ссылка на первую серию, всегда лучше смотреть с самого начала, это на тот случай, если вы случайно наткнулись на это видео. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем, любимые зрители, приятного продолжения просмотра. Золотой век, ну понятно, монументальность. Четыре очка Великого Правого Входа. Конечно, тоже прикольно было бы, если я уже религию не основал. Ну, накорми мир японец взял. Ну, для Японии, конечно, накорми мир. Круто должно быть. Так, просто стоим. Тут просто валим. Так, и сколько стоит посел? 75. Ну, нормально. Следующим ходом. Причем я, наверное, в Никее даже его скорее куплю. У тебя там у нас... Давайте потихоньку стрельбу из лука, наверное. Мне надо три прачника сделать. Не бойтесь, может ты это развернешь своего скалу? Вот так вот пришел тут. Тут одна тундра сплошная. И варья проколы. Я так обхожу. Ну, Никея, как вы понимаете, лучниками не берется, поэтому мне тут не страшно, что он там тусит. Так, давайте третьего прачника и открываем раннюю империю. Ставлю карточку на поселенцев. Ко мне? Да. Так, умеешь денег купить? Я над Венецией Магадиш. Да блин, да не знаю, я не Венецией, не Магадиш. Ну вот, твой Абидос, да, возле него два лагеря варваров. Тебе плохо... Блин, я даже не знаю, что мы этим рабочим... Денег нет, ну вы держитесь. Все меньше будет сейчас, я еще прачника, это еще содержание. Блин, может мне все-таки... Не, ну я как-то вот так по селенцам пойду, я не думаю, что тут... Варвары будут лютовать, поэтому... Тем более, что у меня тут есть скаут. Не, все-таки надо вниз идти. Блин, что этим рабочим делать? Еще шахту. Ну это немножко тупо, потому что оно не дает мне... Как бы ничего дополнительного, потому что у меня и так есть 2-2 клетки, понимаете? Понятно, что я ускорю ученичество, например, три рудника. Ну, наверное, так и надо третий рудник здесь ставить, просто ускорять ученичество и все. Так, стрельбу из лука открываем. Я, наверное, апнул одного прачника, как минимум. Нам надо с этим луком разбираться. Покупаю здесь посело. Ставлю карточку на... Это тоже, наверное, уберу. Обратно возвращаю против варваров. И на поселенцев. Корель, открыли раннюю империю. Идем сюда шахту делать. Так, тут походили. Дальше открываем на чудеса. Давайте драму и поэзию. Так, берем сингалу. Помотало, ух. Раз в три, наверное, его отбивали. Осел захватили? Не раз уж. Жалко, жалко, что едет высосил. Блин, он сейчас подойдет, выстрелит. Факт. Ты ходишь варсиденцев бездачного. Неудачно я... Встал скаутом. Что-то не подумал, что здесь не этот... О, нет, не подошел. Фу ты, фу ты, ну ты. Так, этого давайте сюда, этого сюда. Как-то вот так. Ускорили ученичество. Открыли стрельбу из лука. Блин, мне надо, на самом деле, третью ГГшку искать. По-хорошему. Еще раз продлим. Уже у Рима 12-12. Но это пингало, очевидно. Версина. Дайдя, на верховую езду пока. Ну, я потому и спросил. У меня персень, что-то делать. Строительство. Рискандрати, наверное, каменоломню-то глядю. Пока. Ну, каменную кладку в надежде, что мы как-нибудь ускорим каменоломню. Похоже на заявку на Порево. Не, ну, с другой стороны, правильно, что сидеть, пока японец развивается, смотреть на него. Особенно за Персию. Особенно за Персию. А к этому у человека было выбор... Ну, конечно, из Индии хорошо, когда японцев убивают. А, тебе так классно выпало две Индии, да? Индия Ганди, Индия Чиндрагупта, Персия. Просто фантастика. Я хотел мирно посидеть, развиваться, но... Мне почему-то... Индия меня очень любит. Если я рандомную цифку ставлю, 80% что это Индия мне попадет. Так, ну что тут у нас? Ну, тут где-то надо город будет ставить, опять же. Через какое-то время. Так, сколько стоит... Как я сейчас построю поселенцев, еще будет дороже стоить? Ну, в принципе, 90... Наверное, 105 будет. Видимо, стоить... Мало у меня веры. Мало денег, мало веры. Кагнур, все те... Что-то ты все... Все ты сюда лезешь, что-то... Где ты вверх? Что-то вверх не пошел. Как это наверх было? Нет. Слушай, у меня вправо вот проход как раз от... Где идет поселенец. Понял, понял. Леша везде, вокруг. Да не, я не знаю, как у него вверх это считается. Вверх это вот просто ты идешь вверх. Вверх. Вот вдоль горы, иди вверх. Слаздовой, и сердце вон. И сердце вон сюда как-то пытается влезть. Ооо, вот эти варвары неприятно, кстати. А может, я поселенца хочу забрать твоего? Ну, поэтому тут и стоит дуболом. Справедливо. Ее, пошла жаришка. Ну, Dead Inside как-то вообще не готов. Просто у перца 140 армия, у японца 44. А что там, прям рядом они вплотную? Ну, да, да. У них просто вот конкретно соседи. Вот у них границы соприкасаются. У тебя территория такие хорошие тут. Опять живая вода, дальше взял уже живую воду. А, еще и гетар малышка рядом. Ты кому говоришь? Я Алеша. Сидит, завидует. Угу. У меня одна гора, это лукан. Ну, типичный римский старт. Что, зато у тебя культура сразу с ничего. Разве это честно? Знаете, что я так постою? Мне кажется, он перепрыгнет через реку. И я смогу тогда его пообстреливать. Ой, блин. Ой, блин. Пообстреливать прачниками. Ну, отложу немножко постановку города. Давайте я сюда прыгну через речку. Я думаю, что где-то просто надо вот на месте кукурузы ставить. Чтобы источник вечной молодости во втором радиусе был. Чьих рабочих варвару угнали? ДГшки, может. Так. Рабочего давайте. Тут посел. Давайте пойдем потихоньку. Что-то так, что-то не хватает. Сколько стоит купить? Ой, господи. Сложно быть тупым. 115 все-таки. Ну, я бы, наверное, копил. Я бы, наверное, копил. Давайте кампус поставим. Еще амбар. Монумент. И торгуец. Давайте, наверное, сначала торговца и монумент. Ребята, еще знаете, что у нас? И тиминанки должны в тему. Должно в тему быть. Потому что, смотрите, оно дает... А, во всех... На поймах рек в городе. То есть, вот тут бы. Ну, тут... Ладно, я подумаю. Просто я думал, ну, на все болотные, но у меня болотные только одна, я смотрю. Ну, ладно, две, три. Три болотных. Ну, давай, кого ты проатакуешь. Понятно все. Драму и поэзию открыли. Так, каменную кладку надо отложить пока. Давайте обработку бронзы потихоньку. Начнем ковырять. Так, где я тут хочу? Ну, вот мне говорят прямо на меди ставить. Мне кажется, так и надо сделать на самом деле. Пойду защищу на всякий случай. А то как-то римлянин все ходит рядом, как коршун. Здесь стою, полечусь скаутом. Драму и поэзию открыли. Ну, мне, наверное... Я, наверное, сменю вот поселенцев на создание строителей пока. Японец, это, смотри, у тебя внизу в тундре скаут бегает. Ты там ГГшки не встречал случайно? Нет. А, да, есть. Ой, блин. Куда? Туда, вправо? Влево. Ты про Аншан, если говоришь, или Аншан тоже нашел? Аншан я нашел. Нет, ты... У нас и в другом месте, у нас и в другую сторону. Ну, давайте трудовую повинность уже и пошли в политическую философию. Нам, конечно, игры и развлечения надо бы открыть для уникального ипподрома. Но я бы в темный век в следующем с удовольствием свалился. Блин. А что там никого не затопило? Счастья нету вообще. Ну, конечно, неприятно. Блин, вот на культуру, наверное, все-таки. Надо мне быстрее открывать мои уникальные штуки. Так, вот сейчас у нас тут начнутся проблемы. Я бы, наверное, из Никеи отправил. Потому что сейчас вот этот парень сообщит о нас. И меня придут наказывать. Привет. Здорово. Так, ну, может, все-таки мы на Египет будем нападать тогда? Египет явно ближе. Так, надо... Надо лучника апнуть. И вот сюда пойдем. Ну, мне где-то надо... Блин, вот тут ниже, конечно, надо ставить. Так, Константинополь. Ну, Венеция хочет, но... Блин, извините. Фиг знает где. Пойдем-ка Египет порассматриваем. Так, Дарвилл, где-то там правее какая-то ГГшка должна быть, да? Она выше меня. Ну, короче, она далеко. Туда направо вообще смысла нет идти. Там пусто и конец карты. Блин, такая нейрополитическая философия. То есть, как бы, это мне не нравится, получается, вверх, в диагонали, направо. Хрен знает сколько клеток. Клеток 20, наверное. Ясно, спасибо. Так. Ты давай вот это вот не делай, Венгельмина. Что именно? О, в Японии минус город. Чего, Рабани, в воде? А-а-а! Нет, не у Египта, на сайте, у Перси, Фукуока. Фукуока уже захвачен. Наверное, после политической философии. Я просто думаю, надо ли мне ипподром. О, блин, это явно для Рима там. Я не получаю уровень, жаль. А, тут никого нету. Так, ну давайте попробуем убить тогда этот лагерь. Захватить, я имею в виду. Можно будет уже кампус ставить. Так, поселенцы. А где храмы теологии, да? Ну давайте сразу... Нет, давайте само откроется политическая философия. Я там выберу карточки. И потом уже будем так. Вот надо будет дуболомы вести явно сюда. Египет, а ты планируешь вообще еще селиться налево? Да, ну и может быть. Ну как-то я пока... Это пока не приоритет для меня. А ты вот уже вот... У тебя вот тут прям граница уже, да? Я просто думал, что это Рим. Не, Рим за мной туда дальше еще. Ну вот, река Везер, это моя река. То есть я тут буду ставить города. Ну хорошо, ставь. Ну, я вот сейчас кто-то появится. Я тебя не смогу захватить, скорее всего. Ну лучше, конечно, чтобы ты ставил на Везер вот со своей стороны, а не с моей. Ну, это уже как удобнее мне будет. Ну и почему я не могу его повысить? Что за хрень? У меня не нажимается кнопка повышения. Пойдем, на всякий случай, на помощь. Но, по идее, мы с этими должны разобраться. Так. Коники Марьяну. Страшно. Кто знает, где Трелестник находится? Кто, кто? Трелестник. А, Варрес Хекланты имеешь в виду? Я без понятия. Да, да, да. Так, поселенная ступенька, я, наверное, в Салониках куплю. Пойдем, наверное, в Константинополе строить. По-моему, тогда увеличится стоимость, правда. Слушайте, ну я могу еще, собственно, только два города поставить. Где-то здесь и здесь получается. И на этом расселение закончить, видимо. Знаете, кампус. У меня тут такие неплохие места для этого дела. Вырублю сразу под священное место. Так, вот этот разведчик будет сейчас бедокурить. Счастье надо где-то брать. Вообще, не... Ой, в латнике. Да что такое? Нифига себе. Слушайте, а кто-то что, уже в ученичество вышел? Почему у варваров уже латники? Почувствуйте мою боль. Блин, это вообще хреново. Так, давайте возвращаться. Так, давайте возвращаться. Ну... Наверное, все-таки античную республику. Сейчас у меня там кампусы построятся. И будет все в тему. Так, здесь... Давайте строители. Бенгремина трейд. Ой, поселенцев. Я все-таки может... Так, покупка клеток. Блин, покупку клеток тоже можно. Кстати, просто производство. Пока так. Содержание минус 3. Давайте игры и развлечения я так открою. Что-то строительство не очень идет. В Никее, кстати, я смогу... Ртуть дает процент к науке. А, слушайте, так мне нету смысла открывать... На самом деле, ипподром до Тагмы. Мне надо в Тагмы идти, а не... А не сюда. Так. О, ускорили каменную кладку. Отлично. То я там хрен знает, когда эту каменную кладку буду открывать. Давайте так, деньги, верховая езда. Здесь пошли тупо в теологию. И потом в монархию. То есть нам надо два кампуса. А, тут все-таки нужна оборонительная. Так, ладно, давайте сначала так и так. Потом... Ну, видимо, так и так. Блин, что тут делать? С латником-то. Даже лучники слабовато будут. Да, блин, дайте выйти отсюда. Египет с варварами. Прекратите. О, у меня еще не хуже всех по науке. Удивительно. А что? Ты говори, у меня еще и не хуже всех по науке. Ты кого встретил? Никого. Просто я смотрю, что я не на последнем месте по науке. Блин, скаут атакует город. Так, кто на последнем месте по науке? А, я. Так это я на последнем месте. Блин, он реально сейчас может мне захватить город просто. У латника, какая сила вообще? 45. Фак. И не усиливает никак вообще. Ой, блин. Вот это я попал. Неужели хана? Неужели минусники? Нифига себе. Может ему как-то... Давайте попробуем рабочего отдать. Так, ну этого надо вывести просто, чтобы он там... И в салониках я собирался купить посело. Так, в Константинополе давайте построим посело. Монгол в деталоважении. Фак. Просто фак. По идее, он должен на рабочего... Ой, я уже в нормальный век вышел. Так, ну, значит, надо ипподром открывать и строить его. Ну. Пожалуйста, забери рабочего пока. Есть. Так, ладно. Так. Очень слабенько. Давайте дружбу с Египтом. Египет. Предложение. Вот, латники, это просто... Конечно. Надеюсь, что он будет сейчас везти рабочего под защитой в лагерь. И не будет меня трогать. Так, ну, надо идти благовоние обрабатывать. Выкупать клетку и обрабатывать благовоние. Наверное, на играх развлечений поставлю карточку на выкуп клетки. Потому что так-то она... 45, по-моему, 55. М-м-м, да. Проблема. Так, кстати, хорошо, что я еще пантеон вот этот взял. Речная богиня. То есть у меня тут счастье это какое-то дает. Кстати, в Никее это тоже даст. И, блин, в салонниках, конечно, надо рядом с чудом, скорее всего, ставить. Это, к сожалению, не на реке будет. А тут всего плюс два, вообще-то, чудо. Так, каким я не походил этим скаутом. Ну, смотрим момент истины. Будет атаковать город или нет? Я, может, не думаю, что он за один ход заберет, но за второй точно заберет. Нет, просто на месте стоит. Так, зашибись. Даже не беру пока прокачку, потому что надо убить латника, а не прокачивать юниты. Леша, будешь дружбу заключать? Да. Так, скаут убился тут, походу, да? Так, ну, тут надо как-то два города спиндюрить. Я бы, наверное, сюда ставил. А, я до серебра не дотягиваюсь. Тогда, значит, на скотт надо. Раз, два, три. И здесь... Наверное, вот сюда, скорее. Кир, предложение сейчас будет. Можно? Так, ипподром, если что, я открыл. Верну, конечно, больше. Верну, теологию надо. Спасибо. Для храмов, потому что храмы это культура у меня. Так, ну вот теперь я бы добил... Лучника. Апнул... Этого лучника, чтобы потом атаковать. Кир, я еще предложение кинул. Ну, видимо, надо убивать. Он, скорее всего, латником убьет мне прачника, но я хотя бы отвлеку, то есть, чтобы он не ушел и добил бы его. Так, тут надо... Сейчас я построю от этого поселенца, и надо менять карточку. Так, надо что-то открыть. Давайте теологию. И храмы строить тут. Я тут отложу, значит, производство тогда. Кроме того, мне надо второй кампус. Видимо, в Никее. Или в Адрианополе. Сколько тут будет строиться? 14 ходов. Это долго. Ну, тут все равно надо будет, конечно же, строить. Так, ипподром. Семь населения. Ну, я бы где-то вот здесь планировал ромашку. А точнее, вот здесь конкретно. Плюс нам надо карточку на покупку клеток ставить. Ну, что, будут убивать прачника? Ну, просто, знаете, нет. Столько поиграв в целу, примерно представляешь, как будут варвары действовать. Я, наверное, сюда встану в надежде, что он проатакует меня. Блин, вот арбалетов у варваров я не ожидал. А я латников не ожидал. А я Кира не ожидал. Я не понимаю, кто там вообще? Кто? Никого же, вот из всех, кого я встретил, никого в Средневековье нету. Кто? Как? Каким образом? Да я тоже не знаю. Я тоже удивлен. Сижу, думаю, блин. А вот неизвестный игрок, кто там на первом месте по технологиям? Это я. Кто? Америка. А-а-а, вот оно что. И что, ты в арбалетах и латниках уже? Ну, я, честно говоря, забыл, что это так работает, но если бы я об этом помнил, я бы не проходил латников. Понятно, вот кто... Вот мы нашли виновного. Так, убиваем Америку. А не поможет. Ну, давай, удачи тебе, конечно, с убийством Америки, которое в латниках и арбалетах. Ну да. Ну я варваров сейчас найму. Так, тут мы ничего не строим. В Никее... Ну, в Никее я бы, конечно, святилище строил. Тут вообще надо разнести религию. Давайте-ка мы купим миссионера. А, 70. Следующим ходом только. В Никее не работает культура. А, и счастья, кстати, тут не будет. Я не на реке поставил. Вот это я тупанул. А, Кир, возвращаю. Ну, что, ты будешь убивать прачника, нет? Кого мы сейчас убили? Блин, там скаут. Серьезно? Минус. Так. Создание поселенцев нафиг надо. Создание строителей, предположим. Бонус соседства для священного места. Вообще, я бы поставил. Я бы поставил. А что у нас с ГГшками? У меня, по-моему, там никаких таких мне прям нужных нету. Хотя, ваншан можно было бы. Давайте ваншан отправим. И... Блин, покупку клеток хотел поставить. Давайте, наверное, покупка клеток. Я вместо производства. Тут поставлю все-таки плюс 5 против варваров. А то что-то больно. И бонус соседства. Да, вот так пока. Осталось у Зирена Маншана. Ну, тут. А вон ГГшка внизу. Кстати... Сейчас я примерно там город поставлю тебе как? Над Адрианополем. Повыше? Нормально. Ага, все. Тогда пускай эта река, наверное, будет нашим разделителем рассказать. Угу. Отлично. 32. Бля, что я сделал? Зачем я сюда встал лучником? Ну, потому что таймер я не успел нифига. Сейчас метут этого лучника заваншотают просто. Так, после теологии пошли в монархию. Только оборонительный... Через оборонительную тактику пока. Тут на плюс два влияния вернем. Хотя, может, мне в Венецию еще отправить... Нет, там снизу у нас этот... Да, мне нужны... Снизу какой-то священ... Этот... Религиозный город. Ну. Ну, блин, господи. Чего оно не двигается? Так, плюс пять к боевой. Стоимость покупки клеток пока оставлю. Блин, нет, давайте два золота. У меня что-то денег вообще нету. Потом лучше поставим. Так. Ну, давайте ученичество. Я тоже попытаюсь. Хотя я без... Ладно, давайте сначала мечник. Потому что я не смогу апнуться в латника без открытия мечника. Кстати, а где мое железо? Нормально, что у меня железа нету? Ладно, и тут пока строители. Рабочий там мой ушел. Но я думаю, что я его заполучу когда-нибудь. Тем более сейчас... Ну, не сейчас, но... Так, железо. А, у меня кампус ножи. Так у меня есть железо? Блин, только я просто не ускоряю из-за того, что, видите... Как я хорошо кампус поставил вообще. Так. Не должен он мне его убивать. Этот сюда обстреливает. Отходим. Обстреливаем. Убиваем. Отлично. Удачно. Ага, вот еще железо. Ну, я не буду там ждать, когда я его смогу обработать. Из Никеи в Константинополь отбил. Давайте, наверное, из Адрианополя. Дарвилл нашел меня, наконец-то. Мои остатки. А, ты же веду границ? А ты еще? Я не знаю, как он хочет поставить гомик. Он будет по лояльности отвалился. Периодически. Нет, я три города потерял. Блин, по науке лучше, чем я. А схема-то ты? С киром. Так. Мне нужно 13 золота. Да, я не знаю, по науке у меня один город, два города, а и вот он Бенгало. Вся моя наука. Египет, предложение, отдам 15. Хоть какое-то счастье появилось. С благовониями. Сейчас будем ми... Ми... Этот... Курить всякие... В храмах. С ладаном. Блин, господи, как это по-русски-то? О, еще пришел... Парень говорит, убейте меня. так этого мы об ним сюда вот так пойду только начало в мечника будет все таки а у меня денег нет на это блин чё так все плохо то пошли ртуть обрабатывать и мне надо наверно за эту веру а я хотел миссионера кроме того храм махабодхи я пока не могу просто храма храма самого нету или я не открыл храм махабхаму открыл да там махабодхи имеется ну пингалу все таки в исследователя качнем пускай хоть какая-то наука будет есть святилище можно кампус ставить можно ипподром ну блин ставить ипподром и без так мы я наверно все-таки в нормальный век видну без так мы смысл без так мы давайте пока храмы адрианополь кстати в православии мне никею надо обратить уже в никею меня священные места стоят главное чтобы мне в голову не стукнуло вырубить лес под под храм я правда не верю что тут ставится на холмах вот в чем проблема сейчас вот у нас храм построился ставится отлично ну не знаю 13 ходов это долго гурдвара 150 будет 190 гурдвару надо бы конечно эти амбар пока чтоб до 7 вы выросла мне ипподром нужен в любом случае когда-нибудь полотком поломала лет я так попробую убить предложение так в итоге персия с японией замирились но япония потеряла три города нет мы не замерились зачем мне мериться толку ну да там засел себя раковина ну рудник будет производство давать отлично с великими людьми ученого там кто-то набивает у меня вопрос если я открыл латников гоплитов я уже не могу трогать вообще никак или если железо не будет потратили не заменяют но повышать нет латники это мечники а гоплиты это копейщики они не меняют ну то есть такого трояна у него легионеры ой-ой я перепутал до легионеров прошу прощения они даже меняют да если железо не будет хватать на них кто будет кто ну подожди если железо не будет хватать мне кажется ничего не будет строиться вообще потому что не рублены уже поздно апнуть дубину хочу если не будет хватать железо на латника смогу ли я опыть в легионера вот так вот но это интересный вопрос вот проверишь расскажешь нам надо только железо кому-то скидывать все о лавенту встретил ну там большие головы можно строить но я бы в первую очередь для того чтобы вера мне капала блин а куда платник увел тогда моего рабочего интересно мне кажется вот эту клетку надо обрабатывать постоянно блин 235 и 203 армии нет только в латников можно ну да по моему когда латников открываешь там уже все блин что-то я просрал свой золотой век походу а ты вообще не сделал да 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 я помню транс очков уже избыток так исторические хроники открою второй кампус хрен знает когда буду открывать а мне надо выжать и могу легион легион так а 10 жителей вообще нереально у меня да кир можно одну железо обратно гротится пожалуйста 90 куртого бенкур два раз что-то дорого стоит спасибо так хочу метод из-за этого что ли из-за наводнения все ушло факт так кого нам взять можно магнуса например вот сюда в никею тут тут вырубить ну давайте блин нереально чуть-чуть не хватает до золотого века так против варварш наверно уберу уже так я привык когда пишут на карточках бонусы и когда сейчас это не пишут так и привычно но они очень сильно облегчают игрой тем самым так теперь в лавинту отправляем еще этими тоже далее очки эпохи видите так но мне ипподром собственно надо построить и я в золотом веке проблема в том что три хода ну надо строить проблема в том что мне это не даст тагму и просто даст видимо всадника но надо просто надо чтобы выйти в золотой век там я уже до тагмы как нибудь так и теперь здесь я наверно вырублю лес скорее а не чтобы ускорить перс а там к тебе латник с моим рабочим не приходил понятно я так и думал у меня прям столицу приперся да это вообще трындец вместо того чтобы идти в лагерь свой пошел зачем-то к столице перса с рабом причем он там убитые вообще в ноль пыл уже да ну да там буквально с двух тык уже города положил так тут покупаем наконец гурдвару устроить храмах от 13 ходу все равно мне кажется надо отец пока строители еще одного ну вот я уже раскочегарился потихоньку а кстати я и так успел успеваю подождите я же слушайте новая шипоха на 61 ход начнется они на 60 да да и можно не врубать этот для 3 хода осталось даже до 9 божественное право ускорил ну мне надо раскочегаривать города так и надо вот с этим варваром стрелком что-то делать так в никей ту же строителя надо пытаться там кампус поставить все-таки после строителя амбар пуш вообще нихрена не растем нам надо 7 жителей чтобы ипподром тут конечно мы с политической площадью немного будем отставать короче все нужная карточка на самом деле на строителя так у нас перерывчик то будет да как 160 ход ой 60 хвост самое время давайте я военную традицию открою поставлю карточку и дальше уже пойдем тогда поменяю карточки отчет забыл первых первый посол надо убрать во вторых наверное такая обещал между прочим у тебя перс какой-то ненужный посел да типа того можем еще защитника веры взял 2 2 перс вот так я его не трогаю ну ладно чек-то всердор у блин а вы не то ну все в порядке у вас пока нафига я тут уже было что ли и религия а это же твоя блин я думал тут чудо у тебя стоит забей это от престижа да столько бонов бафов у тебя на бананах да а понимаю так защитника веры мне особо брать больше нечего было все нормально разобрали у кого защитник веры а мне накапало за твою священку давайте все таки попробуем храм махабодхи у нас еще ходов дружбы или союза осталось я щас повырубаю тут все нафиг наводишь вот на там на слово дружба ну то есть я надеюсь что он в следующей эпохе достроиться конечно же а не сейчас да надо будет поставить на так плюс два влияния содержание юнитов я бы оставил а тут на чудеса света и на строительство рабочих пока вот так конечно минус наука минус 5 но зато восемь ходов может мне еще рабочих купить за веру или все-таки на гурдвару оставлять на гурдвару все-таки важнее оракул и тиминанки наверное тиминанки у рима будет неплохо 39 сразу и я золотой век вышел отлично так наверно постою все-таки в городе прачником этим так теперь этим рабочим наверно эти кукурузу обработаем да с деньгами большие проблемы потому что я не строю коммерческие районы по силам а воина сдвинешь своего но я уже им походил следующим ходом только спасибо давайте наверное сюда пойдем как конечно хотел тут вырубить под кампус тут поисследую пока да вот у византии проблема в нехватке денег и надо будет брать наверное деньги за количество верующих если никто не взял еще этого культура на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества спасибо им за поддержку для всех остальных она появится завтра